Всем привет, вы на канале VSD. Сегодня мы сравним квадроцикл BRF 6х6 и мотоцикл Ural из последнего Black Pass'а на Black Rush'е. Я знаю, что уже, наверное, поздно это снимать и не совсем корректно сравнивать два этих транспорта, но я всё равно решил попробовать. Если ты хочешь получить Gelex Kinblad A4, эксклюзивные аксессуары, VIP-статус, то тебе всего-то нужно перейти в описании к этому видеоролику и скачать абсолютно новый лаунчер. После этого заходишь на сервер ICE и все призы станут твоими. В первую очередь я, конечно же, приехал в гараж, потому что здесь у меня хранятся все машины. Заходим сюда и доставить транспорт в гараж дальше, а это у меня уже в самом конце. И здесь у нас самые последние два транспорта, это вот Урал и BRF, это квадроцикл 6х6. Я не смотрел, можно ли ставить на них стейдж и так далее, вот единственное что, вроде бы на квадроцикл я его перекрасил и больше с ним ничего не делал. Но сейчас мы вместе с вами всё это проверим, замерим их максимальную скорость, сделаем на них тюнинг, ну и вообще посмотрим, какой транспорт лучше купить. Он полностью стоковый, как я и говорю, я не знаю, можно ли ставить на него стейдж. И сейчас давайте замерим его максимальную скорость на стоке и, если это возможно, то поставим спорт плюс. У нас максималка тут всего 116 километров. Да, это у нас относится к категории мотоциклов, поэтому, к сожалению, на этом квадроцикле мы не сможем заехать и не сможем поставить на него спорт плюс. Поэтому вот как он едет у нас, 118 километров в час и больше он не поедет. Это, наверное, один из самых медленных транспортов у нас сейчас на BlackRush, потому что даже скутер, который можно арендовать, он едет, по-моему, 120 или даже ещё больше. Но у него есть свои преимущества, потому что, во-первых, на нём можно ездить ЕПП, то есть ездить по полям, это огромный плюс. Но, во-вторых, это единственный квадроцикл на BlackRush и поэтому, ну, как бы выбора не остаётся. Если вы хотите купить квадрик, то только этот. Буквально на секунду я отошёл от планшета и меня взяли и убили. А этот чел хотел забрать у меня мотоцикл, но он закрыт, поэтому у него не удалось это сделать. Пока стоим в больничке, я вам немного расскажу. Я снимал для вас видос там, где сравнивал Минск и Иш-Юпитер. Ну и там я тоже не особо понимал их различия, потому что я не особо понимаю в этих всех мотоциклах. Ну и вам этот видос очень сильно понравился. Именно поэтому я решил сделать видос там, где сравнивал этот квадроцикл и Урал. Когда я загрузил Урал, я, честно говоря, особо не заметил отличий от других мотоциклов, которые были добавлены до этого на BlackRush. Но я думаю, едет он как-то по-другому, потому что скорость его никак не узнать, только самому затестить, так как в автосалоне его нету, в донате его тоже нету. И его можно купить, как и квадроцикл, только в BlackPass. Ну и сейчас многие начнут проходить BlackPass, наверняка многие из вас его уже прошли. И начнут продаваться эти квадроциклы, мотоциклы. А потом их будет становиться все меньше и меньше, и они будут стоить дороже и дороже. Я опять переехал в гараж, ну и в этот раз я просто не могу сесть в мотоцикл. Я не знаю, что мне делать, может быть придется ехать к месту, где он отмечен на карте, то есть где он припаркован. Ну а так я попытаюсь как-нибудь сесть, потому что в прошлый раз у меня это сделать получилось. Спустя минут 10 мне все-таки удалось сесть, и вот так вот у нас выглядит мотоцикл. Я надеюсь, в этот раз меня никто не задаемет, и я смогу замерить максимальную скорость. Давайте сразу же отсюда уедем. Ну и кстати, он едет намного бодрее, вообще, наверное, по сравнению со всеми мотоциклами, которые были добавлены до этого, типа Минска, Юпитера. Этот едет как будто побыстрее. Ну либо я просто не помню, потому что сейчас я все их замерять не буду, их очень много, они все у меня лежат в машинах. И тут у нас уже 227, 228, 229, 230, а так он продолжает. Фух, хорошо, что не умерли. Короче, нам надо будет какую-нибудь прямую дорогу, очень ровную, долгую, для того, чтобы замерить максимальную скорость, потому что я не ожидал, что он так поедет. Еще, кстати, вопрос, который вы часто задавали после того, как я купил новый Black Pass, это сколько же слить эти мотоциклы в ГОС, квадроциклы, вообще весь транспорт. Ну и в этот раз абсолютно любой транспорт из Black Pass у нас слить 1 миллион 200 тысяч вертов. Это касается мотоцикла, квадроцикла, патриота, вездехода, все это будет слить всего 1 миллион 200 тысяч. Это, наверное, сделано для того, чтобы люди не сливали этот транспорт, а перепродавали. Потому что это уникальные машины, которые со временем будут стоить только дороже и дороже. Я приехал на место, где мы будем замерять максимальную скорость, ну и, кстати, по поводу мотоцикла я не в курсе, еппп эта тачка или нет, но сейчас мы с вами и узнаем. В принципе, довольно быстро развивает скорость до 200, а дальше уже так потихонечку набирает. Очень жаль, что нельзя посмотреть нигде информацию о том, сколько у него максимальная скорость. То есть, могли бы добавить, допустим, в донат-магазин, чтобы его нельзя было купить, а просто посмотреть хотя бы, сколько максимум он едет. Ну и он, кстати, у нас продолжает разгоняться уже 248 километров в час. И, ну, видимо, это все нас затормозила ЕПП, короче, система ЕПП, и дальше мы ехать не можем. Скорее всего, это максимальная скорость 284 километра в час, но для такого мотоцикла это очень-очень хорошая скорость. На этом все, надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Пишите в комментариях, какой бы транспорт вы себе выбрали, вот этот вот квадроцикл или вот этот вот мотоцикл. Лично я бы взял квадроцикл, потому что он мне как-то и внешне больше нравится, и вообще я не люблю все эти мотоциклы на BlackRush. Ну, а ваше мнение я жду в комментариях. На этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока!